Всем привет, с вами Мойки и сегодня снова прохождение игры Молодежка смотри и играй. Это у нас уже третья часть и давайте начнем. В прошлой части мы остановились на том, что нам нужно сейчас будет встретиться с Мариной в спортбаре и то, что Егор извинялся за свое опоздание. Ну и давайте встретимся с Мариной в спортбаре. Такс, перейдем на карту. Ну а вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан и пишите комментарии. Такс, нам надо в спортбар. Давайте зайдем. Такс, давайте подойдем к Марине. Егор, ты чего так долго? Мы же договорились на 7. Но сейчас только 5 минут 8, но ведь не 7. Еще раз мне нажать? Проведите успешное свидание? Ё-моё. Ну наконец-то ты изволил явиться щукой и часа не прошло, тебе не надоело, всегда опаздывает на наше свидание. Та спина, нужно выбрать ответ. Нужно. Мариша, прости, я задержался. Кто бы говорил, его только не надо. Давайте первое, конечно. Мариша, прости, я задержался на тренировке, больше такого не повторится. Признаешь свою вину, это правильно, иначе бы мы поругались, свидание было бы испорчено. Такс. Ты всегда делаешь меня виноватым. Позволь угостить тебя обедом, хватит уже на рабочение. Ну давайте второе. Позволь угостить тебя обедом, не зря же мы встретились в кафе. Ну вот, совсем другой разговор. Мне нравится, когда ты за мной ухаживаешь. Такс. Первое. Ты моя любимая девушка, и я стараюсь радовать тебя. Вот меню, выбери что-то на свой вкус. Я хочу пиццу с курицей и большую порцию мороженого, что скажешь. Фига себе пиццу с курицей. Окей, наплачивать эту кучу будешь ты. А как насчет твоих любимых пирожных? Неужели я зря звонил днем в кафе и просил их испечь? Ой, Егор, ты у меня такой заботливый, пожалуй, я возьму пару пирожных с собой. Надеюсь, зайка, ты больше не сердишься на меня за опоздание. Конечно нет, дай-ка поцелуй своего любимого капитана. И закончить свидание. Да, успех, ага. Только не нужно говорить, что ты забыл о матче с лисами. Увы, об этом я помню, поэтому предлагаю сейчас разойтись по домам. У меня сейчас репетиция, а ты иди отсыпайся перед матчем. А ты иди отсыпайся перед матчем. Кажешь, ты у меня заботливая слуя, Маришка, завтра. Уставший Егор собирается хорошенько выспаться, а Марине предстоит напряженная репетиция. Еще репетиция какая-то. Маринка, ты уже... Ой, Маринка, мы уже думали, ты не придешь. Все только... Все только тебя и ждут. Ну вот дождались, можно приступать к репетиции. Я тебя... Я тебе... Я тебе поражаюсь. Че? Я тебе поражаюсь. Подводишь всю группу опозданиями, но сохраняешь полную невозмутимость. Может быть, там я тобой поражаюсь? Нет? Я тебе поражаюсь. Круто. Давай, груди. И че нам тут надо делать, а скажите, пожалуйста? Че, типа, вот когда он так доходит сюда нажимать? Я с примера раньше нажму, когда-нибудь не засчитается. И... И вообще че-то как-то трудноватенько. И сколько нам так надо делать? Вай. Нифига, эээ, куда вы ускоряете? Вы че смеетесь? Я не настолько выстроил. Да и полегче. Все, не уши. И... Че-то долго. Нет. Боже. Чем больше я тренируюсь, тем лучше танцую. Не просто постоянно повторять одни и те же движения, но результат того стоит. Наша команда чирлидеров лучшая в регионе, а я лучшая в нашей команде. И с каждой птицей я достигаю новых высот. Достать телефон. Контакты. Егор. Легкий флишт. Алло, Маришка. Алло, Маришка. Здравствуй, солнышко. Как раз собирался тебе звонить. Мариша, как ты там? Репетиция уже закончилась? Приветик, ага, только что мы с Катюхой как раз собираемся домой. Хорошо, что вы рядом живете, город у нас тихий, но я волнуюсь за тебя, уже темно. Не переживай, выспись перед матчем, чтобы завтра быть полным силой всех победить. Спасибо, Марин, ты у меня самая заботливая и милая. Ага, я такая, спокойной ночи, Егор. До завтра. Сыграем матч с снежными лисами. Марина в очередной раз отлично станцевала, а Егору ждет матч со снежными лисами. Неужели матч? Снежные лисы самая слабая команда в турнире. Нам вообще не придется напрягаться, чтобы раскатать этих лузеров. Как Егор оказался вообще где-то, где была Марина только что? Матч начнется совсем скоро в суде, я уже на льду поговорю с ним и можно начинать вперед. Медведи вперед к победе. Давай, и куда нам идти? Так, я понимаю, так, сюда. И арена, что ли? Куда нам идти-то? Ну, по идее, уже, кажется, обучение закончилось, и уже нам нужно делать все самим. Готов к началу матча со снежными лисами. Да, мы разделываем их под орех. Начать матч. Медведи против снежные лисы. Ну и давайте начнем. Так-с. Ну и давайте. Вот нам уже первый гол забили. Да, разорвем их. Нам еще второй подряд забьют более чем уверен. Вот уже второй залетен, да, офигенно. У нас еще даже ни одного момента не было. Да, Вася уже сразу 30 забивает, что? Что-то такого. У нас первый выход. А вот, например, если я не забью первый выход, я могу, и что-то да. О-о-о, ясно все. Круто. Нам уже третий забили. Что, может, хотя бы один забьем, чтобы типа не в сухую? Давайте пробуем батчуку ему забить. Неужели хоть не в сухую теперь проиграем? Ну, еще, конечно, не факт, что проиграем, но... Все равно. Что, опять наш выход? Блин. Гу-гу. 3-2. Проигрываем пока. Че у них 4 момента, 4 гола? Как так вообще? Давай. 4-3. Уже 7 шайб забили, нифига себе. 5-5 моментов, 5 шайб вообще. Как такое может быть? Все в поражении. Мне кажется, так и должно было быть. Да что же это такое? 6-е поражение за сезон. Это ни в какие ворота не лезть. С такой игрой вы губы раскатали на МХЛ. Перемигивает скисликом и ухмыляется. Вас, аутсайдеры, размазали как щенков, а вам смешно, да вы есть щенки. Николай Степанович. Что, Николай Степанович, я с вами разговариваю как со стенкой, как это называется? А это называется верхи, не могут, не хотят, ребята смеются. Ребята, а я ведь вам не нужно проигрывать, вы и без меня умеете счастливо. Собираем бонус. И теперь нам нужно отправиться в буфет Ледового дворца. На этом я, наверное, закончу. Пишите комментарии, снимайте или еще. Подписывайтесь на канал, а то еще не подписаны. Ставьте лайки. А с вами был Мокий. Всем знания, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok